Я блуждал о мраке светло, Покой в душе я искал много лет. Но миро в рюм я, Господи Иисусе, От жизни отдал вам счастье я познал. Святой мир пришел, Открыть спасенью путь нам. Святая ночь, Ночь рождения Христа. Святая ночь, Святая ночь. Аминь. Аплодисменты. С радиством Христовым. С радиством Христовым. Святая ночь. Я вижу все, кто здесь присутствует, очень великие люди. Аминь. Знаете почему? Спасибо вам очень прекрасное прославление Господа сестры Ханны. Аминь. Аминь. Сладеньца Иисуса прославили не все, а именно избранные люди. Мария, Захария, Пелисавета, Аня, Симон и небесные воинства и ангелы. Все вы сейчас в ролях ангела, небесного воинства, великие люди. Аминь. И Рождество на самом деле у нас 7 января. Но по всему миру уже сегодня начинается. Уже сегодня начинается до 7 января. Потому что Иисус, младенец, рождается в разных сердцах по-разному. Аминь. Истинное Рождество – это когда я принимаю младенство Иисуса, тогда у меня сегодня Рождество. Аминь. Но я желаю вам, благословляю всех вас, чтобы сегодня у вас было Рождество. Аминь. Аминь. Рождество, Рождественское право наше служение. Первое в мире это Одесса сегодня у нас. Это тоже надо благодарить, великолепно! Мы вперед! Почему? Потому что Господь видит, что Одесская церковь Самый примерный! Здесь все очень смиренные! Все люди истинные веры! И всегда готов принять Иисуса Христа! Аминь! Те, кто сегодня первый раз пришел сюда, кто-то пригласил, это тоже великие люди! Потому что не все, кто приглашен, могут прийти сюда! Именно в избранные люди! Аминь! За это надо поздравить еще раз! Начиная с Одесской церкви, уже в следующей неделе, по всему миру уже, через еще неделю, по всему миру, до сих пор будет Богослужение! Мы будем примерить для всех! Аминь! Поэтому давайте сейчас друг друга поздравим любовью! Любовью! С разницей с Богом Христовым! Желаем, чтобы младенец Иисус родился в Твое сердце! Так! Давайте немножечко длинно, помните? Спасибо! 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 Давайте вместе еще мы. Мы до сих пор сидим, только наши хоры прославляют. Это тоже несправедливо. Мы хотим тоже прославиться. Давайте мы тоже 159. Есть здесь? Мы тоже на месте. И бойцы, новый день, и бойцы, новый день, и бойцы, новый, новый день. Радимся ми, Христос крещен, всегда поймем, поймем. Поля, сады, леса полны, и вдоль от старшествов, и вдоль от старшествов, и вдоль от старшествов. Песня. 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 После этого нам нужно иметь открытое сердце. Давайте просим Господа, чтобы Он дал нам Дух Смирения. Помогаемся! Господи, благодарим Твою за то, что Ты пригласил каждого из нас сюда, перед Тобой, чтобы мы встретили владельца Иисуса Христа. Дай нам Дух Смирения, чтобы мы узнали, кто такой владелец Иисус, и чтобы Он стал нашим Спасителем. И сегодня у нас была истинная Рождество. Молимся по Иисусу Христу. Аминь. Давайте посмотрим стихи с 1-7 по 7-й, 2-й главы Евангелия от Луки. Давайте прочтем вместе, без остановок с 1-го по 7-й стихи. Вместе, да? Красиво будет прочтем. Начнем. В день книги пришла от Песаря Августа повеление сделать перепись во всей земле. Эта перепись была первой отправлением к линии Сирии. И пошли все записываться, каждый из своих городов. Пошел также Иосиф из Гавелия, из Нового Назарета, и Людей, и Духи, 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 и Однако о рождении младенца написано только в седьмом стихе, в конце седьмом стихе, одно стихе написано, и в стихах с первого по шестой описывается исторический фон рождения этого младенца. Вы загляните на стих первый, еще раз прочту первый. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перекись по всей земле. Кесар Август построил мощнейшую империю и стал правителем всего мира. Это было до нашей первого века. При его правлении в течение более сорока лет Римская империя имела золотое время под лозунгом Пакс Романа, то есть Пакои Рима. Чтобы укрепить власть и славу Римской империи, нужно было собирать налоги от всех стран. Кесар Август, империя Римской императора, дал повеление сделать перепись во всех колониях. И как раз в то время губернатором Сирии был Квирини, и он был верным исполнителем повеления Кесаря. Смотрите на стих 3. Вместе начнем. Павеление Кесаря было непрекословно. И пошли все записываться в каждый свой город. Началось великое движение народа. Среди талпы был Иосиф. 4. 3. 4. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Библией. Потому что он был из дома и рода Давидов. Посмотрите на стих 5. С Марией, обреченную ему женой, которая была беременна. Мария могла не идти в далекий Библией, потому что женщины не участвовали в переписке. Но она до замужества была беременная. Ее могли осудить и побить камнями. Иосиф не мог оставить ее в одну Назарете. Других вариантов не было. Поэтому он взял ее с собой в Библией, чтобы сохранить ее. Вот. Таким образом, младенец родился в Библии. Выделяется на стих 6 и 7. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца. И спленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинике. Главная фигура в этом отрывке – младенец. Глобальная история и происходящие события, все события описаны как фон для того, чтобы младенец родился в Библии. Конечно, римский император сделал перепись ради своей политической семьи. Но оказалось, что это была воля этого младенца. Младенец привел Барию в Библии и для этого диктовал ей историю мира. Император Кесаро Августа, губернатор Кверини, солдаты и толпа людей – все они были исполнителями воли этого младенца. Каждый играет свою роль для того, чтобы младенец родился в Библии. Но тогда скажите мне, кто этот младенец на самом деле? Это вам не простой младенец. Аминь. Он правитель мира. Аминь. Он управляет историей мира. Аминь. Управляет жизнью, смертью, горем, благом каждого человека. Аминь. Аминь. Он диктует историю мира – младенец. Вся власть и силы в Его руках. Аминь. Он – Владика. Аминь. 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 Книга Исаия 9 глава говорит о нем так. Аминь. Ибо младенец родился нам. Сын дан нам. Владичество на раме на него. И нарекут имя ему. Чудный советник. Бог крепкий. Отец вечности. Гнязь мира. Аминь. Аминь. Императором мира даже первый человек во власти не может восстать на этого младенца. Никакой царь или президент не может восстать на него. Даже тальпа или армия не могут восстать на этого младенца. Вся природа. Вся история. Все силы. Весь мир находится в его руках. Аминь. 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 Этот младенец, который родился сегодня, имеет тесное отношение с судьбой каждого человека, присутствующего в этом зале. Аминь. 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 Не только с теми, кто прославляет Господа на этом augсуне, но и с теми, кто не участвит. Аминь. Этот младенец имеет неизбежное отношение со всеми людьми, которые живут в этом мире. Этот младенец есть их Творец, их Спаситель, и Он будет их Судьем. Поэтому мы должны рассказывать, мы должны рассказать всем людям, кто на самом деле этот младенец. Ибо приближается день, в который преклонится всякое колено перед ним, и всякий язык будет исповедовать, что Он Господь. В последнее время люди сильно переживают о будущем нашей страны. Печалятся о себе, даже о своих детях. Как только завтра Украина погибает, и все убрут от болота. Но сегодняшнее слово подтверждает, что Украина в руках младенца Иисуса. Не будет в руках политика. Аминь. Ни Россия, ни Евросоюз, ни сепаратисты, ни террористы не могут изменить волю этого младенца. Аминь. Тем более, этот младенец, мой Спаситель. Аминь. Когда младенец родился в Ифлеме, ангел сказал пастухам. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Аминь. Ибо ныне родится вам в городе Давидово. Спаситель, который есть Христос Господь. Аминь. Аминь. Младенец, Спаситель, который спас меня от греха и вечной гибели. Он мой Господь. Аминь. Он мой хозяин. Он мой защит. Он мой Бог. Аминь. Он всегда со мной. Поэтому нам не надо бояться этого мира. Алиллюзиа. Мы должны бояться или нет? Если мы смотрим только на мир, мы можем бояться. Но мы должны смотреть на этого младенца. На Бога. Это нам не надо бояться. Вместо того, что бояться, нам нужно сделать одно дело сегодня и сейчас. Что это дело? Принять этого младенца своим спасителем. Аминь. Все зависит от того, принимаю ли я, младенца Иисуса, своим спасителем или нет. Если да, сейчас спасение приходит ко мне. И младенец будет моим вечным царем. Аминь. И этот день будет самым радостным днем в моей жизни. Аминь. Тогда мы можем поздравить друг друга, говоря, с Рождеством Христом. Аминь. 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 Аллилуйя. Аминь. Вы принимаете? Аминь. Младенца. Это вы младенца своим спасителем. Принимаете? Аминь. Аллилуйя. Аминь. Тогда вдруг куда поздравить? Праздничество Христом. Сейчас. Праздничество Христом. Праздничество Христом. Праздничество Христом. Аллилуйя. Что сегодня будет праздник? Аминь. Сегодня будет международный объект и праздник. Тогда возникает вопрос. Какой смысл в том, что младенец родился в Вифлеве? Не мог бы родиться в Вифлеве? Почему именно в Вифлеве? Тем более у нас известно. В книге Михей предсказано о его рождении так. Давайте прочтем. Давайте начнем. Это старое название в Вифлеве. То, что младенец родился в Вифлеве, значит, что вот так написано и так произошло. То есть, это значит, что Слово Бога исполняется верно. Слово Бога исполняется всегда в точности. Аллилуйя. Вот это Слово Бога. Поэтому нам надо бояться Слово Бога. Слово, над Словом можем, издеваться нельзя. Шутить тоже нельзя. Не принимать тоже нельзя. Надо принимать и повиноваться. Поэтому мы можем жить смело, если я полагаю на его Слово, мы можем жить смело. Многие люди полагаются на деньги, на власть. Но это неправильно. Мы должны жить, полагаясь только на Слово Бога. Аминь. Мы должны знать, что если по Слову Бога Спаситель родился в Вифлеве, то и по Слову Бога Он придет во второй раз, чтобы судить все живущие или мертвые. На Рождество мы должны помнить Спасителя, который уже пришел. И в то же самое время судью, который придет скоро по Слову Бога. Аминь. Если мы знаем только пришедшего Спасителя и не знаем грядущего судью, это половина Рождества. Человек может, человек, знаете, как человек, насколько глуп, глуп. Мы думаем, что мы очень умные, да? На самом деле очень глупые. Потому что по Слову Бога должен прийти младенец как Спасителя, и потом должен прийти судья второй раз. Это все по Слову Бога. Но мы только, мы все это знаем, но помним только Спасителя, который уже пришел. А Бог, который будет, придет, мы не думаем. Мы забываем, но и забываем, оставим. Как человек помнит в прошедшее время, а забывает о будущем. Там и за. Но, к сожалению, мы так помним другим, как и другим. На Рождество нам надо не только поздравить друг друга с Рождеством Христовым, но и готовиться к встрече грядущего во славе Господа. Аминь. В прошлом году у нас тоже было Рождество. Каждый год, когда мы встречаем Рождество, мы должны помнить, что второе пришествие Иисуса Христа становится ближе и ближе. Смысл Рождества заключается в этом. Теперь нам надо обращать свое внимание на то, при каких условиях родится этот университет. Потому что автор сам обращает свое внимание на это. Прочтем еще раз стих 6-7. Давайте 6-7 вместе начнем. Когда же они были там, наступило время родителей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было без места в гостинице. Когда же они были там, наступило время родителей, и родила сына своего первенца, и спленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гости. Его рождение описано очень коротко, тремя глаголами. Родила сына своего первенца, спленала его, и положила. Куда? Тремя глаголами. И эти глаголи показывают ужасное положение этого младенца. Как он родился, где он, и как условия он родился. Очень хорошо показывают именно три этих глаголи. Как он родился. Он был отвергнут в север. Иосиф не был бы в состоянии снять нормальную комнату для жены, которая скоро должна родить. Тогда была страшная кризис финансовая. Наверное, Иосиф тоже потерял свою работу и пошел записываться в Ифлей. Они жили в сарае, который находится недалеко от главного корпуса гостиницы. Когда наступило время ей родить, никто не вступил ей в свою комнату. Жизнь была тяжелая. И каждый думал только о себе. В конце концов, родился, родился в Хлебу, в Ясле. В Хлебу. И мама спленала его. И положила его в Ясле. Какое отношение имеет к нам тот факт, что Он лежит в яслях в Христе? Он снизился в самое низкое место для того, чтобы служить всем людям. Вот в этом заключается, почему весь мир воздает Ему славу. Если Он был великий, сильный, не все люди воздали бы Ему славу. Он стал самым низким. Самым низким. Он стал ниже всех. Вот почему все люди воздали бы Ему славу. Он не тот, кто должен лежать в яслях. Нет, никогда. Он, Господь всего. Царь царей. Но ради себя в яслях, чтобы посадить нас на престол. Знаете, никто в мире не хочет быть ниже других. Человек настолько горд, что если появляется повод, то он сразу превратился. Он сразу становится гордым. Я больше тебя. 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 Я умею тебя. Я больше тебя. Я больше тебя. Я больше тебя. Я больше тебя. Человек гордится даже тем, что его ногти красивее, чем у других. Как можно не гордиться. Даже этим человек гордится. Иисус выше всех. Он стал ниже всех. Иисусу богаче все. Потому что вечное царство, слава, сила, власти. Суево. Кто, кто, красивее? Кто, богаче? Нет. Он богаче все. Но он стал бедным младенцем на земле, который даже не имеет нормальную комнату, который даже лежал, который был положен на мясо. Это для того, чтобы мы были богаты. Аллилуйя! Сын Бога стал Сыном Человеческим. Чтобы и Сыны Человеческие стали Сынами Бога. Как удивительно Его смирение! И как мы можем не смириться, чтобы суждать друг к другу? Между нами, между нами борьба как-то выше. Это нормально. Перед младенцем Иисусом это никак не получается. Как перед этим младенцем мы можем не смириться, чтобы суждать друг к другу? Давайте с людьми друг к другу. Аминь? Аминь! Надо смириться. Мы должны быть последними из всех. Каждый последний из всех. Аллилуйя! Тогда каждый будет царем. Возлюбленные братья и сестры. Мы жили без Бога. Мы не могли оставить грехи. Мы не могли оставить свое плоское удовольствие. Свою злость, свою альчинность. И даже сами не могли оставить вредную привычку. Мы не могли избавиться от власти сатаны и вечной гибели. И мы так, на самом деле, так умирали в грехе. Поэтому наш Господь оставил свое царство и пришел к нам, чтобы спасти нас, чтобы служить к нам, как велика его жертва и его любовь. Воздаем славу младенцу Иисусу. Аминь! 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 Жертва, смирение, любовь – это его метод спасения. Если Иисусу не оставили бы свою славу, то все мы должны были жить в отме до сих пор и вечно страдать в горе греха. Поэтому на первое Рождество Елисавета, Мария, Захария прославляли младенца Иисуса на земле и ангелы и небесные войства на небе. На 2014-е Рождество младенец Иисус хочет быть нашим спасителем и принять песню хвали от нас. Аминь! 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 Я вижу, что младенец Иисус, Он может войти в нас. И до сих пор, уже две тысячи лет прошло, но до сих пор лежат яслия. Уже яслия. Хм. На этом каждый нам Рождество, на детственское отрывка. Атрывка. Атрывка. Там все, да, Иисус лежит ясно до сих пор на улице. И так до сих пор. Мы заняты своими делами, у нас в сердце есть одна комната, но всегда эта комната занята другими человеками, другими людьми, и делами, и иногда деньгами сидит. Можете сейчас освободить эту комнату, отдать младенцу Иисусу? Аминь. Можете? Аминь. Попробуем. Попробуем. Господи. Младенец Иисус, но одно не младенец Иисусу, но никогда не заставляет нас открыть двери в сердце, и младенец Иисус не говорит, дай мне эту комнату, иди сюда, иди отсюда. Младенец Иисус не делает. Аминь. Он смиренно ждет, ждет и сегодня ждет. Аминь. Есть благодатная история. Был мальчик по имени Вилли. Ему девять лет, но он учился в первом классе, потому что был умственно недоразвит. Народистство он играл в спектакле. Ему нравилась роль пастуха, играющего на Сверееве. Он очень хотел играть на эту роль, однако учительница дала ему роль хозяина гостиницы. По сценарию у него были только две фразы. «Что вы хотите?» Это первое. «Нет комнаты, убирайся сюда!» Он будет найден. У Свердина учится вот две фразы. Повторяю. Вы начинаете. Спектакль все хорошо. Йосип отчаянно привезет и стучит в дверь гостиницы. «У вас есть комната? Моя жена рожает! Ну пожалуйста, помогите!» Мальчик должен был сказать свои две фразы. Свои две фразы, которые вы очень найдете. Но он долго смотрит на умоление Йосипа. И не мог ничего сказать. «Да, у меня есть комната!» «Проходите в нее, пожалуйста!» «У меня миру!» «Горьстю». Спектакль был полностью испорчен. «Да, все, кто смотрели спектакль, приняли младенца Иисуса в свое сердце, отдали свою комнату Ему!» И встреча истинная разность. Вы не хотели бы, как Вилли сказал? Да, у меня есть комната. Проходите в нее, пожалуйста. Хотите? Аминь. Давайте сейчас тогда скажем. Да, у меня есть комната. Проходите в нее. Начнем? Да, у меня есть комната. Проходите в нее. Пусть младенец Иисус займет мою комнату, мою сервис. И будет моим Господом. И будем праздновать Рождество Христовым великой радостью. Аминь. 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 Пусть младенец Иисуса Христовым. Пусть младенец Иисуса Христовым. Пусть младенец Иисуса Христовым. Пусть младенец Иисус Христовым. Аминь. Пусть младенец Иисус Христовым. Он спасение принес, от смерти спас. Юг, Господь, достай, нам в небе спуститься. Он спасение принес, от смерти спас. Освеститель сей, нам в небе спуститься. Он спасение принес, от смерти спас. В нем Господь наш сам, нам в небе спуститься. Он спасение принес, от смерти спас. Мы благодарим Тебя, наш Отец, за то, что Сын за нас страдал. Он приобрел и отзывал человек, который очень долго ждал. Освеститель сей, нам в небе спуститься. Он спасение принес, от смерти спас. В нем Господь наш сам, нам в небе спуститься. Он спасение принес, от смерти спас. Он спасение принес, от смерти спас. Кто этот младенец? Это Сын Божий, который пришел к нам. Мы привыкли жить в грязном, несправедливом, жестоком мире. Но Он, вечный, святой, праведный Царь и Бог, достойный всей славы и поклонения. Однако, Он оставил Свою славу и пришел в этот мир, как маленький младенец. Для чего? Для того, чтобы спасти нас от власти, греха и смерти. Для того, чтобы дать нам Царство Бога. С небес Он пришел в яснах рожден, Пришел Он верно к нему. Он светотворец, звезда все звезд, Пришел Он в нашу тьму. За небесный нам спустился, Человеком Он родился, Оставил Свою славу, Чтоб исполнить план Отца. Он пришел для меня. Он пришел, не теряя на стену, Он пришел, будь проделавая слей, До колготского креста. Он пришел для меня. Он пришел. Без верных друзей И без семьи Он нес свой крест один. Так много скорбей, Так много любви Господь Себе носи. О, спасенья надежда, Так устроила зельны, Господь Иисус родился, Чтоб нас вывести из мы. Он пришел для меня, Он пришел, И теряя на стену, Он пришел, Будь проделавая слей, До колготского креста. Он пришел для меня, Он пришел. Он пришел для меня, Он пришел, Будь проделавая слей, До колготского креста. Он пришел для меня, Он пришел, Будь проделавая слей, До колготского креста. Он пришел, Он пришел для меня, Он пришел, Он пришел. За 700 лет до рождения Иисуса, Пророк Исаия написал, И во младенец родился нам, Сын дан нам, Владычество на равенах его, И нарекут имя ему чудный, Советный, Бог крепкий, Отец Вечности, И князь мира. Но самое славное имя его, Это Эммануил. Эммануил, значит, С нами Бог. В мире нет больше радости, Чем то, что с нами Бог. Аминь, Бог. Спасающий нас от греха, Иисус, Эммануил, С нами Бог. Иисус, есть наш, Он мир, Верный друг, Крепкий Бог. Иисус, есть наш, Вечности, Отец и мир Отца. Иисус, Иисус пришел в мир, Жду с мастей Нас от греха, Иисус, Ивануил, С нами Бог. Иисус, Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Слава Богу и слава Владенцу Иисусу! Аминь! 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 Славит Господь! Славит Господь! Славит Господь! Славит Господь! Пусть в это Рождество владенец Иисус родится в вашем сердце и принесет вам мир, радость и новую жизнь. Славит Господь! 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 Продолжение следует...